Одна из причин, за которой экономика находится в состоянии перманентного кризиса, связана с тем, что банки фактически не кредитуют реальный сектор, а подсаживают на долговую иглу население страны через потребительские займы. Кроме того, российская экономика имеет крайне низкую степень монетизации. У нас огромный профицит ликвидности. В банковской системе, по мнению некоторых экспертов, накоплено порядка 43 миллионов рублей, которые не востребованы экономикой из-за высоких процентных ставок. Более того, недавно мы продлили амнистию капитала, которая, по мнению правительства, приведет в страну еще несколько триллионов рублей. Так вот, с какой целью проводится политика накопления денежных средств, если пользоваться ими невозможно, а за триллионные депозиты требуются колоссальные процентные выплаты? Более того, искусственно созданный дефицит денег в экономике, да и ограничение эмиссии, на наш взгляд, противоречит национальным экономическим интересам страны и целенаправленно душит российскую экономику. Вот коэффициент монетизации за 2018 год – 43,2. Так вот, почему монетизация у нас такая необоснованно низкая? И как вы планируете изменить в политике банка, чтобы решить эту проблему? Монетизация у нас действительно на приблизительно том уровне, о чем вы говорите, что показывает и наш опыт, и опыт других стран. Монетизация растет, когда снижается инфляция. Тогда растут кредиты и так далее. Поэтому у нас нет дефицита ликвидности в экономике. Мы управляем процентной ставкой таким образом, чтобы инфляция не выходила из-под контроля. У банков есть и ликвидность, и есть капитал, чтобы они наращивали кредитование. Рост кредитования происходит в потребительском кредитовании даже слишком большими темпами. Корпоративное кредитование растет нормальными темпами, на наш взгляд. Но структура кредитования должна меняться. И мы тоже об этом говорили. Чтобы было больше заинтересованностью у банков кредитовать производство, прирост экономики. Поэтому мы вводим стимулирующее регулирование, чтобы эти процессы поддержать и банки кредитовали. Я здесь действительно не вижу проблем с ликвидностью. Да, все-таки заметно, как глава российского ЦБ волнуется, выступая перед парламентом страны. То ли не уверена, то ли подбирает необходимые слова для обоснования своей позиции. Продолжение следует...